Микрорайон Заречной Алмазной столицы преображается. В этом году на территории новой лыжной базы рабочие завершают комплексное благоустройство. Здесь появится освещение, зимняя горка и универсальная спортплощадка. На этом объекте осталось лишь постелить покрытие и его откроют для посещения. На этом работы завершатся на лыжной базе. Мы планируем, что еще в сентябре, в конце сентября, скорее всего, подкрепим финансирование и сделаем освещение самой территории лыжной базы. Не самой трассы, а именно спортивной площадке. Потому что спортивную площадку планируем в зимний период заливать льдом. Мы уже приобрели коньки и будет прокат коньков. И спортивная площадка в зимний период будет использоваться как летняя ледовая арена. Ой, зимняя ледовая арена бесплатная для наших жителей. Кипит работа и в городском парке. Работы идут по специальной программе, рассчитанной на пять лет. Сегодня здесь налажено освещение, заасфальтированы дорожки, установлены скамейки и урны. Лес прорежен и вычищен от сухостоя. Одна за другой появляются детские площадки. Работы основные завершены по детским игровым комплексам. И в выходные дни мы планируем, что в субботу откроется. И наши жители смогут спокойно в эту же субботу прийти со своими детьми, чтобы дети поиграли на новой площадке. Благоустройство территории идет во всех районах города. Где-то возводят новые пешеходные дорожки, где-то меняют старые кубовые. Чтобы у жителей частного сектора был доступ к питьевой воде. Сейчас воду набирали, она чистая? Чистая вода, да. Хорошая вода. Потому что побывая новая. А когда старая стояла, грязная? Старая, да, грязноватая была. Там, естественно, бочка грязная, все новое. Масштабные работы без поддержки Алроса были бы невозможны. Только в 2016 году на благоустройство города компания выделила более 50 миллионов рублей. На следующий год финансовая помощь от алмазодобытчиков может превысить 200 миллионов. Ведь мирны алмазная столица России. И этому званию город должен соответствовать. Роман Муконин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».